здравствуйте друзья у нас сегодня вопрос он собственно помещен в описании к видео но так в коротком изложении смысл вопрос такой человек говорит вот как в америке с и тем чтобы поддержать как бы историческую там традицию вот допустим чек еврей и он переживать истам какая-то еврейская жизнь он так еще говорит русские русские язычные центры какие-то то есть как бы там как усложняется задача то есть надо поддержать еврейскую традицию но на русском языке но это дело обычно это я как бы так и по подтруниваю но это понятно все значит давайте я издалека может быть начну если мы посмотрим на такие две страны очень близкие на самом деле но все-таки не одинаковые как сша и канада то если в сша концепция страны это плавильный котел то есть люди приезжают откуда приезжают и дальше все как-то так замешивается в единый народ в канаде например там много культурность как бы поддерживается то есть там государство выделяет деньги на то чтобы этнические религиозные общины могли существовать бывает что вот община какая-то есть а денег мало такие государства даст денег просто чтобы она не пропала значит но все-таки значит америка это страна плавильного котла поэтому если люди хотят сохранять какую-то аутентичность религиозную или этническую то это как бы их личное дело то есть никто специально денег за это не дает но есть абсолютно любые какие-то комьюнити там и вот у греков там какая-то тусовка у итальянцев у ирландцев там но буквально есть соответственно там религиозные есть русский центр номер сан-франциско есть там русский центр но в основном это такое место как клуб такой да дальше люди там заказывают какое-то место там для свадьбы например или для какого-то концерта тусовки конкурса красоты там и так далее это больше работает как клуб церкви работают как клубы зачастую то есть вы можете бер там увидеть как на какой-то большой еврейский праздник не хватает места всем синагоги и снимается стоящие рядом там католический храм который вмещает в трое больше народу и проводится там то есть то есть я такое видел это в общем совершенно никого не удивляет потому что это не столько вопрос конфессии сколько вопрос места где можно собраться значит в отличие от может быть многих каких-то маленьких конфессий там алима маленьких народов как я не там чего но именно еврейская жизнь как бы в разных аспектах существует есть газеты есть синагоги естественно там для верующих разных направлений есть ну вот еврейский центр то что называется джуйкой джуэш фэмили энд чилдерн сервис это на самом деле это не конфессиональная организация то есть они они тебя не спрашивают еврей ты ли не пришел значит там тобой начинают заниматься в свое время когда мы сюда приезжали часто кстати спрашивают вот существует ли программы помощи вот там такие как были в то время когда вы приезжали сюда четверть века назад дело в том что беженскую иммиграцию конкретно поддерживала помимо вот скажем еврейской общины которая действительно собирала деньги и так далее но они собирали деньги не столько на обустройство новичков сша сколько на то чтобы купить билеты тем кто хотел выехать тогда вот когда разваливался советский союз к тем кто хотел выехать в израиль на на это в основном шли деньги для тех кто по программе беженцев приезжает соединенные штаты вот в наше время были 6000 государственных денег если ты приехал и встал на учет там в ту или иную организацию которая занимается приемом беженцев соответственно были еврейские тоже но соответственно были люди которые например своих родственников там регистрировали в других организациях не еврейских потому что условия приема были разные например допустим у еврейских организаций была договоренность с правительством соединенных штатов что первые три месяца люди не становятся на вэлфер им от еврейских организаций давали суду я боюсь варя 2 700 такого плана и их потом надо было возвращать вот и были люди которые говорят чё же я должен возвращать я вот сейчас через дорогу перейду там толстовский фонд или там косолик черитис и там все то же самое но не нужно ничего одалживать и потом возвращать это такой чисто коммерческий вопрос то есть не то чтобы они помогали исключительно вот по доброте душевной или там на пожертвования которые люди собирают нет там были деньги государственные значит хотя были конечно и пожертвования все что угодно там тоже тоже участвую я я не хочу списывать этот компонент он он присутствовал то есть как бы было много желающих помочь кто кто чем и деньгами там и шмотки сдавали автомобили дарили там и так далее мой первый автомобиль был даренный бы это было volvo десятилетняя там человек подарил в эту джойку от жуйка подарила нам и я там потом через год я продал за тысячу долларов из не масло хлестало там чёте что но мы ездили год чё значит получается вот такая штука на самом деле когда такой вопрос возникает то мы возвращаемся к вечному вопросу для евреев товар а что есть еврей понимаете и получается я не хочу в эту тему идти совершенно но получается так что в общем-то вне и религии вне религии как бы и нет еврея то есть он же тогда не совсем еврея какой-то такой непонятный еврей вот когда говорят там что вот мол большевики там вот было много евреев там среди большевиков хотя мы знаем что среди скажем эсеров там было гораздо больше но несут вот но они не не евреи в еврейском смысле они они не верующие они они абсолютно это отрицание ценности там иудаизма иудаизм не говорит что можно там убивать людей или можно там лишать их собственности или сгонять их там в лагеря куда-то и тогда это абсолютное отрицание еврейство сколько евреев они грохнули у меня например дедушка был непонятно ну сколько там 5 вот парню там 25 26 27 28 и вот они жили в кременчуге и он покупали фрукты и везли на север там продавали на севере тогда и вот вот он за это вот он значит потом был лишён права голоса и и тогда до 36 года когда конституция новая 36 года была принята там уже все имели право голоса кто выжил но если вы посмотрите на большое первое издание большой советской энциклопедии это уникальная вещь она при коммунистов была запрещенная в наше время ее нельзя было найти купить продать букинисты не не имели права скупать у населения и так далее но в ленинской библиотеке в москве она стояла там на стеночке я пошел посмотреть и там интересная статистика что свыше 30 процентов евреев были лишены права голоса коммунистами понимаете до конституции 36 года поэтому там что там них еврейского но еще раз это это все-таки в большей степени религиозность чем например там генетика хотя понятно что и генетика имеет место быть и как бы это это формируется вещь да то есть если там скажем в течение двух тысяч лет люди занимаются торговлей и ремеслами они сельским хозяйством то соответственно этого что во что-то генетически превращает но как вам сказать я не вижу чтобы здесь скажем вот советские евреи как бы особый народ да вот то есть они не верующие а так как бы генетически значит чтобы они как-то сильно тяготели к религии и к синагоге еврейским организациям то есть безусловно есть какие-то люди которые если не сами тяготеют то хотят чтобы дети как-то приобщались и так далее то есть вот я например абстрактная сам не тяготею но хотел бы чтобы дети приобщались но не приобщились вот так вышло пройти а потому что когда ты сам вне этого выросла тебе трудно других приобщать поэтому так она как-то вот существует поэтому если хочется но конечно есть детские сам всякие секции кружки там есть и при вот этих гражданских учреждениях при религиозных учреждениях то есть все это существует какие то есть ноги рядом студенческие есть возможность вот есть там есть студенческие клубы вот допустим вы когда учитесь там университете да там есть вот этот хилл и есть поездки в израиль там организуют молодняк собирают они поездят на них это наверное какое-то впечатление производит вот они там по святой земле ходит но присутствует присутствует но возвращаясь как бы более общей стороне вопроса допустим есть украинские сообщества и они культурные мероприятия устраивают и и русские есть и я и не слежу как-то особо за этим но вот это я вижу там объявление там или что-то то есть какие-то землячества я над мерзная мальчика с моей дочерью в школе учился они латыши и его родители тогда с немцами ушли из латвии когда красная армия наступала и они в там сорок четвертом году ушли из латвии сначала в германию потом приехали в америку собственно не детьми еще были то их родители вы короче вот они тут латыши и я смотрю вот там какого латыша не встретишь там они все друг друга знают то есть если в народе вот в этих людях есть как бы стойкая потребность в том чтобы не раствориться а именно вот сохранить какую-то традицию у них есть летний лагерь для латышской молодежи они там собираются знакомиться это очень важно там для мальчиков и девочек и язык они говорят по-латышски хотя как бы никаких внешних условий нет для того чтобы говорить по-латышски но но вот люди которые хотят у них есть такая возможность то есть находится кто-то кто все это организует и поддерживает и деньги находятся на это на все так что я не думаю что у человека который сегодня живет там где-то на пространстве бывшего ссср какой бы он не был идентичности если он захочет эту идентичность здесь сохранить я не думаю что у него будет какая-то проблема кроме отсутствия среды самой по себе я помню у меня было несколько знакомых таких на эти сионистов таких убежденных в ссср то есть надо жить в израиль еврей должен жить в израиль и вот они ехали в израиль мы ехали в америку и мне один из них такой знаете писатый с бородой такой мужик он преподавал не брить его все время арестовывали он такой был в обезьянниках там насиделась как следует и вот тогда нельзя было и брить преподавать и вот и он мне сказал вот ты ведь миша вот поедешь в америку и за то чтобы там находиться там как бы в еврейской среде за это платить будешь а вот я буду в израиле и там это все бесплатно там вот просто идешь по улице и ни за что платить не надо вот но вот за это не надо платить ну наверное я не знаю я может и заплатил бы но как-то не получается так и не приобщился особо ладно что теперь сделаешь и да хотя наверное вот если бы у меня была бы там маленькая деточка своя да вот и был бы я моложе на 20 лет там берут она на 30 было бы у меня маленькая деточка наверное я бы старался я бы там потому что должна быть какая-то идентичность у ребенка правильно самоидентификация то есть конечно я бы наверное что-то пытался сделать в этом плане но так мы приехали что уже как-то по возрасту не получилось у нас уже во всех была какая-то идентичность и менять не не получалось собственно не не так сильно приспичило менять наверное я не знаю чем так и остались вот возвращаясь к теме вопроса кто бы ты ни был значит у тебя среды такой может быть и не будет вот такой настоящий как дома то вот там если ты приехал из чувашии но вот не чувашия ну сори ну но там есть люди самых разных национальности пожалуйста они они где-то тусуются я могу сказать что даже есть очень много таких землячеств поменьше вот например собираешься там одни киевляне вот бывает на какую компанию попадем там собирать одни киевляне ну а не считать как еще там зарядят там какой-то там ревета и стох на дны про широкий и я уж сам там даже какие-то песни украинские там могу петь но тоже большинство евреи и и не любили украинские песни когда жили в сср потому что это навязывалось как бы властью они вот считали что их насильственно вот украинизирует а сейчас они как соберутся как затянут там и вообще это лучше их воспоминания вообще которые были от советской жизни так что так что есть землячества такие как бы городские вот есть там тусовки там в основном москвичи или там киевляне или минчане или там я не знаю из разных мест народ это тоже присутствует то есть какие то есть корни которые сближают людей по другим признакам таким более локальным но широком смысле опять же если вы говорим про иммиграцию про трудности иммиграции про то что приходится преодолевать и требует времени на преодоление это как раз вот найти свой вот этот микро мир в котором ты комфортно себя ощущаешь и для кого-то это там допустим достаточно что люди просто по-русски говорят для кого-то это важно чтобы они там были я не знаю из конкретного местечка для кого-то важно чтобы они были там я не знаю евреи там татары башкиры я не знаю чего у нас вот сейчас на самом деле я вижу большая такая тусовка из киргизии народ сейчас много народу из киргизии вот так что я честно сказать даже не знаю говорить могут ли они по киргизски разговаривать потому что все что я видел и слышал они говорили по-русски с таким легким акцентиком интонационным но у меня такое ощущение что может быть русский это их родной язык так что в общем не пропадете но для этого надо находиться в таком месте где много соотечественников там нью-йорк лос-анджелес там чикаго сан-франциско там кремниевая долина сиэтл там где много народу если вы приедете в село то ссоре то есть вот этого там нет не получится или какой-то маленький городок там день глубинки в этом может быть есть то преимущество что вы быстрее адаптируетесь американскую жизнь как бы я не знаю тут есть люди которые все время у них знаете какие-то бзики которые они пытаются на других переносить типа вот акцент как же вы так вот там столько лет живете с акцентом говорите да вы это странная я я не как будто можно приехать в 35 лет и без акцента говорить это просто какие-то но вот у них бзик такой что вот человек который адаптированный это человек который без акцента говорит мать но я не может быть действительно я я не подумал может быть действительно вот если ты живешь там в москве и кто-то говорит с акцентом то он как бы не вполне полноценный наверное в рамках и по по меркам того общества это признак какой-то ущербности я не я не знаю может может быть может быть из-за этого происходит я абсолютно на сто процентов функционален я читаю лекции на английском языке я пишу там публикации на английском языке я выступаю на англоязычных сборищах то есть меня приглашают куда-то выступать я выступаю и никто никогда не не напряг свой лоб чтобы там понять что я такое говорю поэтому даже я не знаю это это не при это не признак адаптированности человека в обществе абсолютно вот так что надо выбирать если кто-то хочет наоборот оторваться я знаю людей которые хотят оторваться от своей группы какой-то вот которые они сегодня принадлежат вот он не хочет быть в таком месте где есть русский где есть русская речь он хочет вот я не знаю что у него может у него комплекс какой ну какая-то мысль человека есть такая что он к этому не принадлежит он хочет быть подальше от этого я видел таких людей и они специально уезжают такое место где вообще никто по-русски не говорят или допустим он слышит что ты говоришь по-русски но он не будет с тобой говорить по-русски быстро ведь по-английски иногда он говорит с тобой по-английски так что уже лучше бы он говорил по-русски эти шоп шоп наши враги так по английски говорили как он но но тем не менее он так упрямо вот он он не такой он так что мне нравится когда люди как бы пытаются сохранить вот самую такую идентификацию которую них было и как бы обогатить ее тем чтобы добавить еще какую-то идентификацию но это как бы не мое дело в конце концов если у человека ведь какая-то какое-то желание ну и дай вам бог здоровья мы будем мешать что-лили там осуждать вот это его жизнь это его путь пусть самое а возможности есть абсолютно любые я даже не знаю если какие-то возможности тут смысле в голове у человека чтобы вот он сюда приехал этих возможностей бы не было есть хочешь икру вот тебе икра черную черную красную красную пельмени есть пельмени там водку всех сортов ну в общем как бы синагога вот тебе три разных направления вот тебе реформисты вот те там консервативные и так далее так что народ пусть это вас не беспокоит счастливо а